всем привет с вами я снова на канале свечка сена и сегодня я поделюсь некоторыми лайфхаками изготовления юльского венка вот этот венок сделала моя дочка первоклассница а это значит у вас тоже обязательно получится когда мы создаем наши волшебные свечи мы вкладываем в них самые заветные мечты и желания для того чтобы усилить программу вложенную свечу можно нанести какой-то символ который отвечает за ту сферу которую мы бы хотели усилить можно также наносить руны те кто умеют работать с руническими свечами юльский венок может быть на 4 свечи они символизируют 4 стихи 4 поры года и 4 основных саббата главных праздника солнцестояния и равноденствия юльский венок может быть и на 8 свечей тогда в нем все 8 главных праздников года такой венок еще богаче и вы можете на каждую свечу нанести какой-то свой символ да больше жена не загадать кроме свечей и собственно основой еловых веток в нем также много других растений которые имеют в этом венке также есть райские яблочки видите маленькие они символизируют изогимии кроме того у нас здесь есть камина это один из главных украинских символов она является также оберегом еще мы использовали вот такие вот золотые листочки так как астромис в наших краях не растет это дуб канадский у него такие красивые листики которые можно покрасить и также наш венок украшен сушеными апельсинками то что можно легко сделать домашних условиях а вообще венок рекомендуется добавлять любые вдохновляющие штучки которые вам нравятся да любой декор которому у вас лежит душа вот и глаз и самое главное венке чтобы он вас радовал чтобы он вам нравился и так у меня здесь уже готовая основа под венок видите она сделана из веточек смореки очень красивый большой нарядный и сейчас я вам покажу быстренько как я сделала венок сама вот из таких вот сосновых веточек этот вариант может понравиться тем на кого вот уже такой готовый венок из смореки неприемлемый да по каким-то причинам конечно же лучше всего когда мы используем деревья например которые растут у нас где-то на участке да ими возможно вы смогли пойти вниз после бури и на собирание там вот таких вот веточек которые осыпались это был бы самый лучший вариант как дарю леса да то есть ну как бы никто не пострадал для того чтобы вы могли изготовить вот свой венок в качестве основы я использовала ивовые прутья это его которая растет у меня под окном я ее очень люблю их просто можно заплести между собой вот у меня тут даже попались прутики которые такие зеленые да на них почки объясняется наши теплой зимой вот и старые вместе с тем и вот смелся такое вино которое буквально в одном месте только перехватила джутовой нитью мы просто привязываем на нашу основу вот эти веточки джутовой нитью или любой другой можете привязывать каком угодно потом еще будем это все дополнять передавать форму пока что так самый самый простой вариант вот у нас получается такой веночек нитки можно стараться просовывать прод хвою нам можно не стараться он будет такой более крафтовый да когда у нас их видно и мы сделали основу из больших веточек и теперь самые маленькие веточки будем просовывать уже под все завязочки которые у нас есть этого чтобы еще у нас был бы не пушистенький если вам хочется вы можете его более сильно стянуть и можно оставлять таким пушистым то есть это венок полностью соответствует вашим представлениям о том какой должен быть красивый венок а не чьим то вот такой пушистый веночек у нас получился я специально его не приглаживала да потому что чтобы он был такой более натуральный скажем так ну и с этими двумя веночками мы сейчас будем работать вот у нас два места золотой овощины и готовые фитильные сейчас мы будем делать 4 свечи на нашего веночка так мы докручиваем следующий кусочек золотая овощина катается чуть-чуть по-другому чем обычно натуральная и даже немного по-другому чем цветная овощина она такая более плотная что ли нужно стараться ее как можно позднее закатывать итак вот наш венок у нас 4 свечи получилась золотые и как же теперь закрепить их на венке очень часто так и оставляют в принципе композицию ставят по центру это такой простой вариант какая-то основа у нас еще будет тарелочка например но стоит учитывать что вот если мы вот так вот свечи рядом оставим то они во первых будут быстрее сгорать ну разве что мы их раздвинем немножко ну а в принципе это же совсем не тот вариант который нам бы хотелось дам изначально мы собирались вот так размещать свечи на венке но смотрите они совсем неустойчивая правда нам нужны специальные подсвечники и как обойтись без этих подсвечников я думала и придумала вот такой вот изящный как мне кажется выход нам понадобятся обычные зубочистки простите получился product placement но это то что в нашлось у меня на кухне сейчас я покажу как с помощью зубочисток мы сможем закрепить наши свечи новинки и что немаловажно венок у нас при этом остается полностью натуральный потому что когда мы захотим его сжигать да то зубочистки это дерево и ничего нам не помешает итак мы берем зубочистку и вкалываем ее свечу оставляя большую часть вот так наружу видите если свеча у нас не слишком толстая ну вот как моя то можно использовать три зубочистки и третье хотите можете 4 так желательно чтобы они все были одной длины и смотрите у нас получилась такая как бы вилочка да которая уже позволяет нам закрепить вот так вот свечу в венке смотрите если вам не нравится как она закреплена то можно и 4 использовать для таких свечей принципе 3 вполне достаточно и смотрите свеча уже надежно закреплена да то есть вот я могу передвигать этот венок спокойно я могу что угодно с ним делать видите как она классно держится и самое главное это выглядит очень натурально да то есть не у нас нету никаких тут креплений которые нам мешают ничего такого никаких клеевых пистолетов мне этот способ нравится его уже использую второй год и балдею просто от того какой он классный и таким же образом мы добавляем зубочистки в каждую свечу стараемся чтобы она ровненько была размещена тогда свеча будет более устойчивая размещаем свечи одну напротив другой что же символизируют свечи в йоркском венке тут есть много разных мнений но одно из них что они символизируют четыре основных перехода там вообще в йоркском венке у нас 8 свечей 8 главных переходов но четыре из них это равноденствия и солнцестояния и вы учтите что когда 8 свечей в венке то это должны быть не совсем большие свечи не очень маленький венок потому что 8 свечи это довольно много мне понадобится все таки 4 зубочистки для лучшей устойчивости когда мы втыкаем зубочистку в свечу стараемся делать это к центру до чтобы случайно не повредить чтобы зубочистка у нас не появилась с этого вот края вот обратите внимание наш веночек со свечами какой он устойчивый видите могу с ним делать все что хочу вот он уже и готов и так вот наш готовый сосновый венок для того чтобы было удобно его использовать то есть переставлять например с места на место лучше подложить под него какую-нибудь основу идеально будет жестяной поднос но если у вас его нету то в принципе подойдет и какая-нибудь большая тарелка да вот такая вот как у меня керамическая как раз она по размеру этого веночка так как он не очень большой и мы просто кладем веночек на тарелку и это даст нам возможность теперь его везде носить а также тот воск который будет скапывать со свечей не запачкает вашу скатерть да и то место где венок будет стоять сосновый венок возможно не так долго простоит как венок из смореки но 13 ночей июля он точно продержится хочу еще один лайфхак вам показать смотрите свечи у нас из золотой вощины но блеск у нее такой все равно едва заметный и если вы хотите придать им более золотого блеска то лично я использую кондитерский кандурин мне очень нравится эффект потому что до того я пользовалась блестками дети конечно в восторге от блесток да но все вокруг было в блестках и они были везде я кандурин это то что используется в кондитерке дальняя покраски там тортов шоколада всего остального то есть он абсолютно безопасно его можно есть и он очень красиво блестит конечно будет оставаться на пальцах но вот если вы украсили свечи и больше не будете их там особо трогать что-то с ними делать то это вообще просто находка я вот делюсь этим лайфхаком с вами видите на кандурин наносить его можно просто пальцами можно кисточкой тогда будет более равномерно но зато больше кандурин будет как бы расходоваться если вы уже пробовали делать свечи золотой вощины то вы можете заметить что край у нее совсем не блестящий да из-за этого вот тут вот наши свечи не выглядят как золотыми и вот кандурин будет очень-очень кстати я знаю что это не единственный способ до позолотить свечи можно использовать специальные маркеры что угодно можно использовать те же акриновые краски но мне нравится это прежде всего потому что такие свечи вот безопасны для детей то есть тут никакой химии не даже если ребенок захочет ее грызануть как иногда бывает у меня то ничего страшного не знаю видно ли в таком свете но очень нарядно получается вот попробуйте сделать так это очень классный бюджетный вариант кандурина вам хватит надолго кандурина бывают разных цветов и не обязательно золотым кандурином покрывать золотую свечу зеленая очень красиво смотрится зеленая овощина с золотым кандурином сейчас немножко добавила света чтобы показать вам как они блестят после того как чуть-чуть обработаны кандурином вот такие венки мы делали на мастер-классе видите какие они получились нарядные богатые и здесь есть все символы йоля которые должны быть амела если вам понравились мои лайфхаки по созданию йольских венков ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал дальше будет интереснее с вами была ясна пока пока счастливого нового года